Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Среди пострадавших при взрыве в Абхазии четыре жительницы Самарской области сейчас их жизни ничто не угрожает. Два учебных места почти за миллион. Директоры Самарской гимназии номер один подозревают в получении взятки. Технические навыки для самых юных. В Самаре готовится к открытию детский технопарк «Кванториум». Хорошо горит. Ученые Самарского университета вместе с профессором из Флориды работают над технологиями сохранения окружающей среды. Первый появился в городе 70 лет назад, а сегодня они на каждом перекрестке. В Самаре отмечают день рождения светофора. Среди пострадавших при взрыве в Абхазии ежители Самары и Тольятти. Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия обнародовала список российских граждан, получивших ранение 2 августа при взрыве на складе боеприпасов Минобороны. Среди них жительница Самара Анастасия Екатерина Коклюшкина и Алина Мулиджан, а также жительница Тольятти Любовь Короткова. Как сообщают СМИ, всего во время взрыва пострадали 64 человека, двое погибли. 16, включая троих детей, остаются в больницах. Их жизни ничто не угрожает. Сейчас во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уточняются данные о пострадавших и погибших гражданах России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Два учебных места почти за миллион следственным управлением Следственного комитета по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Самарской гимназии номер один. Она подозревается в получении взятки. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета на своем официальном сайте, в июне 2017 года директор получила в своем кабинете часть суммы 600 тысяч рублей за зачисление двух детей в четвертый класс учреждения. 2 августа подозреваемая получила оставшуюся часть взятки в сумме 200 тысяч рублей. После чего была задержана полицейскими. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уже решился вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения 2 месяца ареста. Представители Главного регионального управления МВД России сообщили, что на следующей неделе соберут большую пресс-конференцию, где расскажут о подробностях этого дела. В Самарском университете создается экспериментальная установка для исследования реакции горения. Установка помогает изучать скорости химических процессов, которые участвуют в горении разных типов двигателей. От двигателей внутреннего сгорания до газовых турбин и авиационных. С учеными встретилась Марина Матвейшина. Реакция горения, которая происходит с помощью этой установки, позволяет изучать ее без огня и пламени. Лазер нагревает вещество так, что молекулы распадаются так же, как при высоких температурах. Установка помогает изучать скорость реакций, связанных с кислородом. Именно он главный участник в горении углеродных топлив. И это только часть. В планах создание еще более сложной и большой установки. Она позволит изучать не только молекулярный кислород, но и другие частицы, которые образуются при горении. Мы будем изучать скорости химических реакций горения уже при высоких температурах. Там у нас будет микрореактор, который будет разогреваться до температур горения 1000-1500 градусов Кельвина. Мы будем определять, какие молекулы получаются и в каком количестве. Таких установок во всем мире только три. На базе Самарского университета будет одна из лучших. Экспериментальная установка создается в рамках мегагранта, выделенного правительством России. Проект направлен на решение злободневной проблемы, предотвращение загрязнения окружающей среды. По итогам экспериментов ученые смогут предложить российским производителям новые экологически чистые технологии горения. Важный аспект в экспериментах, которые происходят на этой установке, это реакция озона. Он является основой атмосферы, особенно высоких слоев. Он защищает нас от ультрафиолетового излучения, которое губительно для всего живого. Потому понимание реакции озона и в высших слоях атмосферы, и ближе к поверхности Земли очень важно для понимания в целом атмосферной химии. Первый запуск новой установки планируется только через год. Сейчас идет сборка оборудования и теоретическая подготовка. Ученые вместе со студентами проводят расчеты, используя квантовую механику. Потом эти расчеты будут проверяться во время экспериментов. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. В Самаре готовится к открытию детский технопарк «Кванториум». В нем будут разрабатываться и тестироваться новые технологии. Дети будут получать ускоренное техническое образование. Площадка будет состоять из пяти направлений квантумов и оснащена современным оборудованием. Сейчас будущие ученые готовятся к открытию вместе со своими преподавателями в инженерной школе на базе Центра технического творчества. Подробнее Олеся Корецкая. Это Жужа. Небольшой беспилотник, который придумали и собрали в детской инженерной школе. И, возможно, в будущем эта Жужа станет моим личным помощником на съемках. Все, что снимает закрепленная на беспилотнике камера, тут же передается на специальный экран. В инженерной школе на базе Центра технического творчества постоянное движение. Изобретения ходят, ездят и летают. Педагоги и их подопечные готовятся к открытию технопарка «Кванториум». Днем они будут работать по пяти направлениям. Беспилотные летательные аппараты, наземная робототехника, перспективные космические аппараты, виртуальная дополненная реальность и IT-технологии. А также хай-тек-цех со станками и 3D-принтерами для изготовления экспериментальных моделей. Здесь уже будут готовые кадры для предприятий, для инновационного малого бизнеса. Это будут проекты, совместные с университетами, с реальным сектором экономики. Это научно-производственные предприятия, с которыми у нас уже подписано соглашение. Сейчас в инженерной школе занимается почти 300 детей. В будущем технопарке смогут учиться в два раза больше юных ученых. Причем бесплатно с ними будут работать педагоги Центра технического творчества. Среди них и ученые со стажем, и недавние студенты. Все прошли специальное обучение в Москве. Всегда в любом деле нужна практика. И куча фоновых знаний. Это какие? Ну вот, например, чтобы легко заниматься скульптурой, нужно, чтобы в крови сидели знания композиции, например, понимание пропорций. Нужно, например, если мы делаем какие-то органические объекты, нужно знать анатомию животных, людей и прочего. Сначала теория, потом практика. Дети в ускоренном темпе будут с нуля изучать программирование, аэродинамику, схемотехнику и другие дисциплины. Затем сами будут собирать модели. От игрушечных роботов до космических спутников размером в небольшой кубик. Они изучают примерную компоновку квадрокоптера. После чего они уже могут перейти, когда они научатся, поймут, что это, как, и научатся управлять данным аппаратом. Они уже могут перейти к своим проектам, ну вот такого типа, например. Вот это уже может для доставки небольших грузов или каких-то исследовательских деятельностей подходить. Кванториум – всероссийский проект, работает уже в нескольких регионах. Для Самары Космической он необходим, чтобы развивать и технологии, и кадровый потенциал. Технопарк Кванториум откроется в сентябре. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. 180 лет в этом году исполняется Российской железной дороге. А в первое воскресенье августа все железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. Куйбышевская железная дорога занимает стратегическое положение. Она соединяет центр и запад страны с Уралом и Сибирью. Важную роль железнодорожный транспорт сыграет и в перевозке болельщиков во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Готовятся уже сейчас. О новых проектах говорили и на торжественном собрании в честь праздника. Работа на железной дороге – мечта детства, делится машинист электропоезда Виталий Боряев. Начинал карьеру он с дублера-машиниста и уже 21 год управляет поездом. Профессия его гордости – призвание. И до сих пор она сохраняет для него некую романтику. Работа очень интересная, даже, я бы сказал, романтичная. Разные места, разные люди. Романтика, рассвет, закат. Пенза, Розаевка, Абдулина, Чапаевск, Новокурск, Жигулевское море. Лучших сотрудников, проработавших не одно десятилетие, награждает губернатор Николай Меркушкин. Куйбышевская железная дорога объединяет 7 областей и 3 республики. Ее общая протяженность – более 11 тысяч километров. И значение действительно стратегическое. Только за полгода из Самарского региона отправили более 10 миллионов тонн грузов. Едут товарные поезда и на Дальний Восток, и в соседние страны. Каждые сутки с вокзала в Куйбышевской железной дороге отправляются в путь больше 100 тысяч пассажиров. У железнодорожника всегда был очень и очень боевой, целестремленный дух, настрой. И на железной дороге равнялись многие отрасли народного хозяйства. Дороги сегодня играют огромную роль в жизни нашей страны. Дорога Куйбышевская на 14% увеличила перевозки, погрузку мы увеличили. Внедряют железнодорожники и новые проекты. Дневные экспрессы в соседние регионы. Проект для школьников. Вагон знаний. Модернизируют вокзалы и платформы. Закупают новые поезда. Идет активное сотрудничество с властями Самары по созданию транспорта пересадочных узлов и развитию проекта городской электрички. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. Родители иностранца, ранившего самарских полицейских, просят его сдаться. В Самаре продолжается расследование нападения на двух сотрудников полиции, которых ранил при задержании 25-летний Адхамхон Ахмедов. Сейчас он находится в розыске. На связь с ним пытаются выйти его родители. Они опубликовали в социальной сети обращение, где просят сына сдаться стражам порядка и не допустить еще одну ошибку. Напомним, что Адхамхон, которого полицейские пытались задержать, ударил оперативников ножом и убежал в лес. В регионе произошло и еще одно нападение на силовиков. Мигрант пытался зарезать ОМОНовца. Инцидент произошел в Волжском районе во время спецоперации. Бойцы Росгвардии и полицейские нагрянули в тепличное хозяйство, где обнаружили 60 иностранных граждан, 29 из которых впоследствии доставили в управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. Во время проверки один из иностранцев попытался оказать сопротивление бойцам ОМОН и набросился на сотрудника Росгвардии с ножом. Стражи правопорядка сразу же обезвредили правонарушителей. Никто из них не пострадал. Роскомнадзор лишил лицензии 11 самарских СМИ. Это было сделано на основании судебных решений о признании их свидетельств о регистрации недействительными. Среди лишенных лицензий – печатные издания, такие как «Самарское время», «Отдохнем в», «Святые места Самарской области», «Теленеделя коллекция Самара», «Панорама недели», «ТВ-эксперт», «Время.Инфо» и другие. Кроме того, по решению учредителей, из реестра действующих зарегистрированных СМИ были исключены газеты, застроительные кадры и по скриптум «Тольятти». Последний месяц лета будет радовать самарцев теплом. В начале августа температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на половину градуса. Таковы прогнозы метеорологов. Сегодня ожидается переменная облачность, местами в Самарской области возможны небольшой дождь и гроза. Завтра столбик термометра поднимется до отметки 31 градус. В воскресенье погода не изменится. Рыбак из Новокуйбышевска выловил в Каме двухметрового Сама. Счастливый горожанин отметил, что вес рыбы составляет около 47 килограмм. Хозяин улова выразил надежду, что это далеко не последняя огромная рыба, которую ему удалось выловить. А комментаторы ужаснулись, назвав двухметрового Сама настоящим мутантом. Снести нельзя оставить. В Самаре демонтировали почти 100 незаконных рекламных конструкций. Чем они так опасны и куда щиты попадают после демонтажа, выяснил Андрей Горгуленко. Специальный манипулятор, единственный в Самарской области, грузоподъемностью 12 тонн, с легкостью справляется с рекламным щитом. А вот рабочим пришлось тяжелее. Конструкция находилась в аварийном состоянии, потому превыше всего техника безопасности. Нелегальные щиты, признаются рабочие, всегда демонтировать труднее законных. Надежную конструкцию, во-первых, у нее подъездные пути лучше, это первое. Второй подъехал, там есть крючки, можно спокойно зацепиться. Он не болтается, не шатается, то есть его можно безопасно поднять и опустить на землю. Данную конструкцию мы опускали с большим риском, все огородили вокруг, по периметру встали люди, и то есть, чтобы никто не занырнул сюда. Дальнейшая судьба всех демонтированных щитов очень проста. Их отвозят на специальный склад МП «Самара-Водоканал». Если за месяц владелец нелегальной рекламы не объявится, то конструкцию уничтожат. На этой же базе будет и производиться утилизация. Специально оставили свободные площади. В течение месяца, я надеюсь, подрядчик справится с данной задачей. То есть, само железо распилится на базе, его сдадут в металлолом, после чего приобретенные средства, они будут потрачены для того, чтобы сдать цемент. Всего за две недели в «Самаре» снесли 80 незаконных конструкций. В первую очередь, демонтировали щиты по пожеланиям и обращениям горожан. В будущем изменения коснутся и законной рекламы. Старые конструкции заменят на более прочные и устойчивые. Андрей Григуленко, Григорий Пельшаков. События. Самарцы могут съездить в Москву за 100 рублей. Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце рабочей недели нефть дешевеет. За баррель марки «Брент» дают 51 доллар 60 центов. Валюта тоже теряет в цене. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 60 рублей 32 копейки. Евро 71 рубль 68 копеек. Золото стоит 2464 рубля. Серебро 32 рубля 17 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 60 копеек. Дороже всего продать за 60 рублей. Роспотребнадзор предложил ввести новую маркировку продуктов. Содержание жира, сахара и соли планируется обозначать разными цветами. Если концентрация вещества низкая, полоса будет зеленого цвета. Средняя – желтого, высокая – красного. Рост цен на лекарства в стране превысил инфляцию в несколько раз. Препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых, подорожали почти на 8%, сообщает Росздравнадзор. А самарцы могут съездить в Москву за 100 рублей. В акции участвуют только поезда отправлением с 1 по 31 октября. По спеццене в каждом поезде будет предоставляться только 4 места. На этом все. Удачи в делах! Красные стои, желтые жди, а зеленые проходи. 70 лет отмечает светофор. Сотрудники ГИБДД решили, что это отличный повод в очередной раз напомнить детям о правилах перехода через дорогу. Получилась веселая игра с самокатами и ростовой куклой регулировщиком. Знают ли малыши правила, выяснила Марианна Мирная. Первый светофор в Самаре появился здесь, на пересечении Садово и Льва Толстого в 1948 году. Когда самым популярным транспортом был конный трамвайчик. Теперь главного регулировщика движения можно встретить на каждом шагу. И важно, чтобы дети знали значение сигналов и понимали, как вести себя на дороге. Чем больше ребенку напоминаешь, тем больше у него это откладывается в памяти. И уже когда он выходит на проезжую часть, естественно, он вспоминает все эти уроки, вспоминает вот эти вот яркие моменты праздника и, естественно, делает так, как ему говорили. А когда видит он пример родителя, который неправильно переходит в проезжую часть, опять же, откладывается негатив. Поэтому чем больше таких праздников будет, тем больше жизни мы сохраним. Яркий праздник для детей от ГИБДД – День рождения светофора. Чтобы еще раз напомнить о правилах перехода через дорогу. Не только маленьким участникам движения, но и взрослым. Вы должны работу проводить родители, да, со своими детьми уделять внимание, да, рассказывать им, как правильно вести себя на дороге, чтобы они не осуществляли глупостей. С маленькими детьми, конечно, нужно постоянно ходить вместе, да, не позволять им там вбегать на проезжую часть. С начала года в Самаре произошло 71 ДТП с участием детей. Трое погибли. И это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Киберспорт на улице. Инновационный подход к современным развлечениям предложили в Самарском районе. На улице Ленинградской прошел двухдневный спортивный фестиваль. Футбол на компьютере совместили с игрой «Жульбак» – развлечением из 18 века. Чем интересуются современные молодежь и почему жители Санкт-Петербурга в восторге от Самары, узнала Марина Кравцова. Как отвлечь современных детей от мониторов компьютеров и заинтересовать молодежь спортом? В Самарском районе нашли решение инновационное. Компьютерные игры перенесли на улицу. На Ленинградской провели спортивный фестиваль. Киберспорт – новое направление в компьютерных играх, где все выглядит очень реально. Сыграть можно виртуальный футбол, баскетбол и волейбол. А после здесь же взять мяч реальный и попробовать самому сыграть как звезда футбола. Они же смотрят как по телевизору. Криштиан, Роналду, Леонид Месси обыгрывают всех. И потом тренируются на приставке в свободное время, чтобы не уставать на улице. А потом выходят на улицу и отрабатывают то же самое уже сами. Я думал, что все будут стоять около PlayStation 4 играть. Но нет. Люди играют в шашки, приходят, детишки берут мячики, бегают. Девушки прыгают на скакалочке, крутят обручь. Все интересно. Фестиваль «Самарский район территория спорта» провели впервые. На пешеходной улице несколько площадок для самых разных возрастов. Спорт и для тела, и для ума. А игры интеллектуальные – еще и прекрасный повод для знакомства. Виктория и Александр встретились за доской для игры в шашки. Если посмотреть на людей, они как-то объединяются общим делом. Кто-то там играет в какие-то игры, в шашки. Поэтому я думаю, это прекрасно. Особой популярностью пользуется не самая распространенная игра – жульбак. Деревянные шайбы нужно забить в специальные лузы. Кто больше? Такое изобилие игр на одной из самых красивых улиц Самары не оставило равнодушным и гостей города. Месяц проходимый, да, много людей. У нас были гости из Санкт-Петербурга, проходили. Были в восторге от Самары, от того, что здесь все так интересно происходит. И люди играют, свежий воздух, рядом Волга, все очень интересно. Лето – время спорта. И впереди организаторы обещают еще немало соревнований на открытом воздухе. Сейчас готовятся к одни физкультурника. Он пройдет 12 августа. Марина Кравцова, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и отличных выходных! Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе. Завершение последнего участка дороги откладывалось из-за параллельного ремонта теплосетей. Работы шли как раз на 30-метровом заключительном отрезке пути. На минувшей неделе теплосетевики закончили переустройство линии. Это позволит доделать оставшийся участок и завершить соединение. В результате будет свободный проезд по Солнечной напрямую, минуя объезд по Демократической. Затем начнется установка бордюрного камня и устройство тротуаров. После реконструкции улицы Ташкентской у самарцев появится целый километр прогулочной зоны. Сейчас возле больницы Середавина подрядчик укладывает последний третий слой асфальта. После этого дорогу до Московского шоссе откроют для движения. На новом участке появятся дорожные знаки и светофоры. Проезжую часть из четырех полос разделит прогулочная зона. Там проведут озеленение, посадят деревья, установят скамейки. Строители новой трамвайной линии до стадиона начали собирать рельсы и шпалы. Эти элементы привозятся на стройку отдельно и уже на месте собираются в сетку. Из-за жары работы проводят ночные и утренние часы. Собрано уже несколько пролетов рельсы шпальной решетки. Каждый рельс 12 метров в длину и весит почти 800 килограмм. Конструкция пока укладывается вдоль будущей линии. После изготовления всех элементов ее перенесут на пути к кранам. Параллельно ведется вырезка основания под трамвайное полотно. Где-то приходится укреплять поверхность, засыпать овраги, завозить новый грунт. После того, как основание под полотно будет вырезано, на него уложат слоями песок, геотекстиль и щебень. Такая слоеная подушка будет почти один метр толщиной. Завершаются работы по устройству дренажной системы. В поле трамвайной линии уже уложили специальные трубы. Работа выполнена с расчетом, что дренаж будет проходить без насосов, благодаря естественному уклону. На некоторых участках строители заложили опоры освещения и основания для остановок. Завершить строительство новой трамвайной ветки планируется весной следующего года. Движение на Южном мосту изменилось. Для машин открыт обновленный участок. Почти готова половина проезжей части. Ремонт там на финальной стадии. На участке уже заменили деформационные швы, запетонировали основание, уложили гидроизоляцию. Кроме того, на дорогу уложили новое двухслойное асфальтовое покрытие. Отремонтировали тротуары, поменяли бордюры, обновили барьерные ограждения и фонари. Сейчас рабочие продолжают ремонт опор моста. Через несколько дней подрядчики приступят к обновлению второй части моста, и по ней проезд будет перекрыт. Работы идут по графику. Строители обещают ускориться, не теряя при этом качество. Ремонт комплексный проходит на всей протяженности Южного моста и путепровода Аврора. Всего обновят больше километра дороги. Полностью завершить ремонт должны к 1 ноября этого года. Пропускная способность моста должна увеличиться. Пустить трамвай через Фрунзенский мост – такие планы озвучили в областном правительстве. Предполагается, что новая транспортная ветка свяжет между собой центр Самары, Южный город и Новокуйбышевск. Развитием железнодорожного сообщения между крупными районами по Фрунзенскому мосту займутся сразу после мирового футбольного чемпионата в 2019 году, когда мост планируется сдать в работу. Сейчас готовность перехода больше 40%. Продолжается второй этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Всего планируется сместить 12 секций, длина каждая достигает 90 метров. Пролет состоит из центральной части длины почти 600 метров и двух боковых. На строительство этого сегмента запланировано 9000 тонн металла, из которых больше 2000 уже собрано в конструкции. Вместе со сборкой пролетного элемента идет строительство в русле реки Самара. Завершены работы на 4-й и 5-й опорах. Также завершается насыпь береговых опор моста озера Банная. Продолжается строительство съездов на развязках с выходом на улицу шоссейную на левом берегу Самары. Сдать мост в эксплуатацию планируется в 2019 году. 3000 квадратных метров асфальта срезали на площади Куйбышева. Капитальный ремонт идет по графику. Такие масштабные работы здесь не проводились с 1938 года. В скверах восстанавливается и обновляется плиточное покрытие. Приводится в порядок ограждения. Из четырех скверов почти завершены два. Рабочие подготовили коммуникации для освещения и системы автополива. Уложили плитку. Продолжается работа в двух других скверах. Готовность больше одной трети. На всех четырех участках около площади уложат новый газон, обновят тротуарные дорожки. Скверы украсят и пиарные фигуры. Также здесь проведут электрический кабель, который будет питать технику во время массовых мероприятий. Строители восстанавливают гранитный борт вдоль площади. При необходимости проводят бетонную заливку, чтобы укрепить плиты. На самой площади идет фрезеровка старого покрытия. Рабочим предстоит снять 36 тысяч квадратных метров асфальта. Работы ведутся днем и ночью. Гарантия на капитальный ремонт площади Куйбышева 5 лет, но срок обслуживания в разы больше. Открыть ее обещают уже в конце октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова